Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. У меня на канале очень много историй, много оружия. И смотрите, что написано. Тула, оружейная столица России. Вот это Тулмаршзавод. С той стороны реки Тульский оружейный завод ТОС. Но мы сегодня туда не пойдем. Мы пойдем в более интересное место. Это Тульский музей оружия. Видите, там танки разные стоят. В общем, сегодня будет много оружия и будет очень интересно. Погнали! Мы ехали из Калуги в Тулу. По дороге в Липецк решили заскочить, чисто посмотреть в музей. Вот. Здесь есть экспозиция на улице. Видите, всякие танки, машины. Но мы их будем осматривать потом. Сначала пойдемте внутрь, холодно. Второй этаж. Соответственно, оружие с 14 века до 1914. Здесь, видите, как интересно. То есть есть номерки. И можно... Ну, нажимай номер 7, например, нажми. Раз. Шлем типа мертвая голова. Ну, кстати, интересное дело. Это чеснок против лошадей. Кирасы. Тут интересно, что все оригинальное. Это не новоделы, это оригинальные вещи. Это, конечно, круто. В любом случае, друзья, все оружие я вам показать не смогу. Но есть интересное решение в этом музее. По типу, вот, макет станка. И, видите, за ним работает оружейник. Делает он, кстати говоря, наган. Вот. И здесь тоже станочек. И там оружейник. Тоже, наверное, наган. Да, наган делает. Это все охотничьи стволы и инструменты. И здесь. Ой, какая приятная маленькая винтовочка. Вот эта. Да, красивая. О, ну тут я хотя бы что-то понимаю. Это... А, нет. Мне показалось, что я тут что-то буду понимать. Это у нас 55. 55. 55, нажимаем. Пистолет Бранк, модель 1900. Из такого стреляли в Ленина. Фанни Каплан из такого стреляла. Ну, это товарищ Маузер. А вот это я вообще не знаю, что за пистолет. Какие-то микропистолетики. Это витрина с кольтами. Ну, вот так вот. Самый кольт. Тут огромный вообще. Это Манлихер. Вот же ринтовочка. Слушайте, ну здесь какое-то невероятное количество оружия. Просто у меня голова идет кругом. Сюда надо приехать. Сюда надо приехать. Мы сегодня, как всегда, спешим. Как всегда торопимся. Но здесь каждый экспонат, каждый экземпляр. Тем более, на самом деле, я говорю, я был раньше в музее. Там надо будет читать таблички. Сейчас гораздо удобнее это все стало. Сейчас подходишь, кнопочку нажимаешь, посмотрел. Но я не сдаюсь, друзья. Я вам буду показывать по максимуму. Погнали. Смотрите, друзья, какой странный револьвер. Номер 70. Сейчас скажу, что это. Револьвер капсульный. Женара 10-ти зарядный. Похож на пулемет. Это вот времен Суворова, получается. Оружие. Ох, красота. Это что-то восточное. Так, третий этаж. Тут как будто бы места побольше. Но оружие от этого не стало поменьше. Давайте какую-нибудь логику. Какую? Мы пойдем справа налево. Тут пулеметы. Все оригиналы представляете? О, смотрите, можно максимум поуправлять. Как из интересного. Смотрите, здесь можно мосинку подержать. Она вот прикована. Что, надо помочь? Не вывозишь? Да. Опа, ну это макет. Пусть повисит. Так, что у нас на этом этаже? Там есть небольшая диорама. Там можно трогать вещи. Соответственно, здесь есть выставка пулеметов. Это у нас Викерс, американский кольт. Далее вот это вот чудо. Пулемет с танковой Сент-Энтьель. Французский. Вот так вот он выглядит. Дальше здесь Готчкис. Тоже достаточно известная штука. С этой стороны у нас получается... А что это за пулемет? Можно... Сейчас одну секунду. Пулемет с танковой Шварцлоза. 307-312 австро-венгерский. Ну, это Германия МГ-08. Опять же, Германия МГ-08 на другом станке. И еще один МГ-08. Еще один интересный станок. Вот. И дальше по кругу, собственно, оружие. Вот. Пойдемте смотреть. Так. Здесь у нас стенд посвященный... Ой, что это такое вообще? Уникальный экспонат номер 9. Срочно узнаем, что за уникальный экспонат номер 9. Карабин автоматический Ясникова. Опытный образец. Ой, смотрите, друзья. Это 1915 год. Уже попытка сделать автомат. Где-то, походу, делает эта газоотводная трубка. У него такая странная. Снаружи. Интересно. Это... Ну, по ощущениям, это все Мосинки, друзья. На самом деле, очень много модификаций. То есть, есть классическая Мосинка. Есть вот маленькие корабли. Мосинка. Неестественно, есть пистолеты. Кольт 911 легендарный. Это вот у нас номер 3. Браунинг 1903 года. Номер 4. Ну и Маузер К-96. Маузер в разрезе даже есть. Дрейзе. Это вот номер 10. Парабеллум 1904 года. Пистолеты. Сложно, я говорю, сложно будет вам. Мне кажется, тут нужно несколько серий делать. Просто по этажам разбивать. Здесь пулеметы. Опять же. О, такой пулемет был в белом солнце пустыне. Нет, я знаю. Какие-то мелкашки. Ну, то есть, тут на каждом этаже история такая. Есть военные образцы, а есть гражданские. Потому что Тула это не только военное производство, но и охотничье оружие. И вот, соответственно, охотничье оружие. Так, в этом стенде опытные образцы, друзья. Карабины, самозарядные винтовки, самозарядные. Это все не пошло в серию. Ну, и осталось, по сути дела, в единственном экземпляре. Прототипы. Здесь получается витрина. И это у нас оружие Красной Армии. Различного рода винтовки Мосина. Основное оружие. Ну, и ППС ППШ. ППШ, видите, с коробочным барабаном. Здесь витрина немецкого оружия. Пистолеты. Маузер. Вальтер. Парабеллум. Пулеметы. Основное оружие это винтовка Маузера. Штурм Гивер. Пресловутый. Все считают, что с него срисовали Калашникова. На самом деле с него срисовали американская М16. И МГ-38, МГ-40. А с этой стороны получается оружие союзников, я так понимаю. Это тоже немецкие. И здесь американский пистолет-пулемет. Винтовка. Это карабин М1. И еще немного пулемета. Так, друзья, вам еще не надоело? Скажите по-честному. Пистолет. Это пулемет Гарри Новго. Ну, это Максим. Так, второй этаж в целом осмотрели. Это было сложно, но достаточно интересно. Здесь интересно сделаны витрины. Потому что обычно, когда через стекло снимаешь в музее, все отсвечивает, ничего не видно. Здесь прям удивительно видно все. Поэтому должно быть хорошее видео. Нужно поставить лайк. А здесь различные варианты. Пулеметы Дегтярева. Авиационные. Спаренная. Зенитка. Вот это 19-й интересный момент. Пулеметы Дегтярева. А, танковый. Это танковый. Друзья, я добрался до четвертого этажа. Это современные образцы оружия. Получается, с конца Великой Отечественной и до наших дней. И давайте быстренько покажу, что здесь есть. Принцип тот же самый. Здесь круглое помещение. И просто горы оружия. Везде. Что это такое? Винтовка снайперская, войска автоматической. А, это что-то современное, специализированное. Калаш Булпа. А это какие-то концептуальные варианты. Я, кстати, вот это вот по телевизору видел. Номер 2, автомат Коробова. Да, вот такой. Номер 3, автомат Коробова. Опять же, модификация. Это все автоматы Коробова. Номер 1 симпатичный автомат. ТКБ-03. А, это, смотрите, вот это я тоже видел недавно по телевизору. И это трехствольный автомат уникальный. Опять же, автомат Коробова. Ну, понятное дело, что в 20 веке, после Второй мировой войны, царствует автомат Калашникова в нашей стране. Пулемет. И вот эту аксу серебряную. Наверное, должен подлежать какому-то шейху. Так, здесь витрина со специальными видами оружия. Вот стреляющий парсигар. Винторезы. Автомат для подводной стрельбы. Это автомат специальный вал. Это... Видите, вал, винторез. Хорошо, что есть. Это тоже. Бешевность любви. И вот там стреляющий нож. И снова необычные виды вооружения. Автомат Афанасьева, Никонова. Это называется Николашниковым-Едином. Ну вот, нож стреляющий. Да, друзья, можно я вам охотничьи оружия не буду прям близко снимать, потому что я в нем вообще ничего не понимаю. Но его здесь... А, тут спортивное. Его здесь какое-то тоже нереально огромное количество. Так, друзья, я надеюсь, кто-то досмотрел до этого момента. Я уже... У меня идет голова к рукам от количества оружия. Я знал, что его тут так много. Всегда надо проезжать, мне кажется, в Тулу на неделю и постепенно снимать каждую витринку отдельно, все потихоньку рассказывать. Ну, сегодня такой вот беглый обзор. Я надеюсь, кого-то заинтересовал, кто-то приедет в Тулу, входит в музей. Это был Миклух Макфлай. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok